Продолжу рассказ про физику неоскорительных дни. Сегодня картинка по-оптимистичнее, хотя погода... Что я успел рассказать? Я остановился, дошел до некоторого, скажем так, достаточно продвинутого пункта в истории исследования солнечных нейтрино, упомянул про регистрацию нейтрино у листушки сверхновой, и скорее упомянул, чем рассказал об измерении осцилляции, о наблюдении осцилляции в атмосферных нейтринох директором Супер Камиаканда. Ух ты, это кто там? Что-то немножко выскакивает там за грань. Но это вот напоминание о том, что я рассказывал. То есть я дал некоторый водный материал по стандартной солнечной модели ССМ. Когда начинали изучение спектра солнечных нейтрино, потока солнечных нейтрино, конечно, вот здесь на картинке наглядно изображено, никто не ожидал выкопать всю эту физику, про которую мы сейчас знаем, физику осцилляции нейтрино. И схематический механизм осцилляции изображен на этой картинке. То есть, опять-таки, напоминаю, может быть, не очень четко остановился на прошлой лекции. Картина вот такая. Здесь по этой оси отложена энергия. Ну, солнечная энергия, это, грубо говоря, от нуля до 20 мФ, не больше, где-то здесь. И вот такая картина по давлению электронных нейтрино. Здесь по оси отложена вероятность выживания электронного нейтрино. То есть вероятность того, что мы зарегистрируем в нашем детекторе те нейтрино, которые спущены в Солнце, как электронные. Чем хороша эта кривая? Тем, что, ну, здесь двухнетринное приближение для осцилляций, двухфлейворное, описывается одним-единственным параметром, так называемым углом смешивания, который определяет апплитуду осцилляций. При малых энергиях работает режим вакуумных осцилляций. И здесь вот при более высоких энергиях включается механизм усиления, в данном случае, осцилляции в веществе. И получается вот такая картинка с одним параметром. Ну, тут вот еще что можно сказать. Почему, например, вакуумные осцилляции были не хороши для объяснения результатов первых экспериментов? Ну, как вы помните, наблюдалась треть всего от наблюдаемого сигнала. Ну, кто-нибудь может сразу сказать, почему вакуумные осцилляции не проходили, если вы верите в ваш результат, что одна треть? Ну, ответ написан вот здесь. Потому что в вакуумном режиме меньше, чем половина не выживет. То есть, как минимум, половина останется. Ну, единица минус 1, вторая, 7 с квадратом. Поэтому требовался какой-нибудь другой механизм. Ну, можно еще сказать, что такое вот это усиление. То есть, опять-таки, когда рождаются нейтрины где-то в центре Солнца, а все реакции идут в основном в центре Солнца, где-то в достаточно компактной области, нейтрины рождаются в более высоком массовом состоянии. И, фактически, электронные нейтрины, которые рождаются в реакциях, это фактически стопроцентное более высокое массовое состояние. Что важно, нейтрина на своем пути к Земле проходит в веществе, путь, по которому плотность электронов меняется, падает конкретно. Но из-за того, что рассматривается адиапатическое приближение, то есть, плотность вещества меняется достаточно медленно, нет перебросов по диагонали. То есть, нельзя перейти в другое массовое состояние. Потому как оно родилось в более тяжелом, так оно и выйдет. Если, естественно, пересечена точка резонанса Михеева-Смирнова-Удинштейна. Но выходит самое тяжелое состояние, а уже на Земле в детекторе... Ну, нельзя сказать, что одно нейтрино превращается в другое. Это просто вот вышло, это более тяжелое, НУ-1. Ну, а в детекторе мы уже регистрируем его, соответственно, либо как нейтринное, либо как мионное, в зависимости от того, как настроен детектор. Ну, и, соответственно, появляется вероятность выживания. Вот это вот синус квадрат-фета. Ну, вот такая картина на сегодня описывает физику нейтрино. Вот она, физика нейтрино. Ну, вот на прошлой лекции я остановился на 2002 году, если следовать хронологии. До результата ВСНО картинка была такая. Ну, здесь тангус в квадрате тета, но неважно. Здесь в дельтам в квадрате очень много порядка величины по обеим осям. В апреле 2002 года появились результаты СНО. Осталась фактически одна область параметров и чуть менее вероятная другая. Это вот в этой области. Которая была закрыта в декабре 2002. Результаты уже другого рода эксперимента. Это не солнечный эксперимент. Это эксперимент с реакторами нейтрино. Эксперимент КАМЛАНД. Если мы верим, что соблюдается ЦПТ, именно ЦПТ, как ни странно, в нейтринном секторе, то можно наложить результаты КАМЛАНДА, которые являются по сути антинитринными, на солнечные эксперименты, которые являются нейтринными, и оставить одну область параметров. Ну, здесь вот область, она достаточно большая на самом деле. Потому что, если вырезать уже эту область и нарисовать нормальный эккардия, так получится, что ошибки достаточно большие. Поэтому, естественно, надо уточнять эти параметры. А зачем ЦПТ нарушать, если еще не все потеряно? Ну, пока еще не все потеряно, да. То есть, это и поэтому знак вопроса. А зачем такое? Ну, я поясню, в чем там дело дальше. Ну, если говорить о нейтрино, естественно, мы знаем, что у нас три поколения, поэтому надо писать матрицу не двухфлейверную, а трехфлейверную. Ну, все параметры матрицы более-менее на данный момент известны, кроме вот одного, в этом углу. Если факторизовать вот в таком виде, ну, вот Дима про это рассказывал подробно, то все сведется к наблюдению соответствующих углов, то есть переходов между соответствующими флейверами. Косинус ТТ-2-3, который наблюдается в атмосферных осцилляциях. Косинус ТТ-1-3, ну, это некоторые реакторные и ускорительные эксперименты. И косинус ТТ-1-2, ну, которое получается из Солнечных, в том числе из реактора. Ну, поскольку я сейчас собираюсь рассказывать дальше о реакторном эксперименте, то проведем двухфлейверное упрощение реактора экспериментов. Ну, объяснять, как получается, формулы не буду. Они очень-очень простые, просто надо взять эту матрицу, немножко с ней повозиться. Простые трикономические преобразования. Ну, вот факт то, что для маленьких расстояний от реакторов получается вот такое упрощение. То есть здесь вот явно в виде вылазит амплитуда осцилляции, как ТТ-1-3. Ну, а если база побольше, на уровне двухсотен километров, то здесь вот были вот такие упрощения, здесь вот такие упрощения. То трехфлейверное приближение трансформируется в двухфлейверное вот такое. То есть здесь вылезает как раз ТТ-1-2. Тот же самый, что и в случае солнечных нитринь. И вот, конечно, начинали вот с этих экспериментов на малой базе. Они просто проще, потому что там более мощные потоки. На большой базе, естественно, по закону единицы на R-квадрат намного меньше поток. Поэтому такой эксперимент осуществить просто технически намного сложнее. Ну, первым детектором, который был осуществлен, был нацелен на эксперимент на большой базе, это детектор Камлант. Одна килотонна жидкого сцинциллятора, он здесь вот в центре, просматривается со текстовым путомоножителями. Ну, очень хорошая конфигурация, потому что сферическая симметрия. Очень можно на пальцах хорошо рассчитывать всевозможные физические параметры. Детектор, естественно, закопан в глубокую шахту. Ну, это в той же шахте Камиоканды, где у нас был детектор солнечной Камиоканды и СуперКей. Не знаю, в той и той же шахте, но где-то рядом название. Потому что Кам – это от шахты Камиока. Ну, и детектор снабжен мионами вето, чтобы отсекать, скажем так, ту физику, которая вызывается мионами. Почему делали в Японии? Ну, Япония – очень хорошее место для подобной физики. С одной стороны, ну, вот, к сожалению, сейсмическая оказалась, и поэтому, может быть, ядерные станции будут закрыты когда-нибудь в Японии. Может быть, тогда удастся как раз произвести эксперимент с выключенными реакторами, поверить фон. Это было бы интересно. Да. Ну, подобное… Хотя, вот, кажется на глаз, что в Европе можно было бы сделать такой, ну, где-то в Северной Америке. Ну, в Франции там полно. Единственный пока что в Японии. А это связано с тем, вам важен какой реактор? На тепловых нейтронах или на путь? Ну, это все считается, поэтому особо не важно. Главное знать, какой он и на какой стадии, потому что топливо распадается, соответственно, спектры слегка меняются. Ну, вся эта информация, ну, вот здесь вот картинка показывает, сколько станций. 20% мирового производства ядерной энергии, это приблизительно 70 гигаватт по мощности. Ну, вот где-то здесь детектор обложен со всех сторон реакторами. Очень сложная задача для расчетов. Я не заведую тем PhD-студентам, которые это дело обсчитывали. То есть, они должны были связаться с агентством, знать в каждый момент времени тепловую мощность, знать момент, когда загружалось топливо. Более того, они раскопали, значит, координаты всех хранилищ, потому что хранилища с отработанным топливом тоже могут давать вкладку. Ну, на такую работу способны только японцы, конечно. Очень кропотливые, и, наверное, это была основная часть работы. Детектирование антинетрина в данном случае осуществляется, естественно, не за счет упругового взаимодействия. Это обратный бета-распад на протоне. Та же реакция, которую использовал Фред Райнес, о котором упоминал Дима в своей лекции. Собственно, открытие нейтрина. Ну, в данном случае это было антинетрина. Ну, что можно прокомментировать? То есть, почему выбрали именно эту реакцию? Ну, Дима опять-таки давал пояснение, я еще раз расскажу. При взаимодействии антинетрина с протоном моментально образуется позитрон и нейтрон. То есть, это дает так называемый быстрый сигнал. Видим мы позитрон при этом. И выделившаяся энергия, она просто... Ну, ту энергию, которую мы видим, это просто энергия нейтрина. Минус 0,8 мева приблизительно. Ну, почему? Потому что электрон тут же тоже аннигилирует и выделяет 1,02 мева, две массы электрона. Ну, плюс своя кинетическая энергия высвечивается в виде салисционной вспышки. И через некоторое время нейтрон блуждает по синцелятору. И рано или поздно он захватывается на протоне. Ну, в данном случае на протоне, потому что самое большое сечение реакции. В принципе, в жидкой органике там есть еще и С12. И может он с маленькой вероятностью захватиться и на С12. С большим временем, соответственно. Но в первом приближении очень хорошо можно считать, что он захватывается только на протонах. Образуется дейтрон и вылетает достаточно мощный для жидкой салисционного детектора гамма-кванта 2,2 мева. То есть это такая моноэнергетическая линия. Ну, а дальше что мы делаем? То есть мы каждое событие открываем такое временное окно. Ну, скажем, выберем 5 времен жизни. Если мы считаем, что 250 микросекунд у нас, ну, в 1,25 миллисекунды. И посмотрим, есть ли у нас второе событие или нет. Если есть второе событие в этом окне, мы посмотрим, имеет ли оно эту энергию. Если оно имеет эту энергию, ну, это хороший кандидат для того, чтобы считать, что это было именно нейтрино на протоне. Ну, такой детектор, как Камлан, конечно, обладает еще более специфическими особенностями. Он позволяет восстанавливать координаты событий. Ну, и на последнем этапе мы посмотрим, что эти события произошли более-менее в одной точке. Ну, и тогда мы будем уверены, что это была именно эта реакция, а не какое-то случайное совпадение двух фонов. Очень эффективный идет отбор по сравнению с любыми шумами, любыми реакциями, другими реакциями, которые присутствуют в этом снициляторе. Спектр наблюдаемый, он приблизительно вот такой, куполообразный. Ну, хотя реакторный антинетрийный спектр, он имеет вот такую форму, то есть от нуля спадает в 6 к 8, фактически ничего нет. У наблюдаемого спектра в районе 4-5 МФ наблюдается пик. Ну, понятно почему, потому что мы должны умножить это на сечение. Сечение растет. Более того, он имеет порог 1,8 МФ. Ну, эта реакция имеет порог достаточно высокий. Поэтому наблюдаемый спектр имеет вот такую куполообразную форму. Ну, вот это вот самый первый детектор, который регистрировал у нейтрино. Как обычно, бочка с осциллятором со всех сторон, фонарик, ружуная футбол, ложится. Ну, вот сейчас переходим к результатам Тамланда. Ну, вот кто-то спрашивал, реактор находится на фиксированной длине, как можно увидеть осцилляции? Ну, тем не менее, даже волну осцилляции можно увидеть, потому что в осцилляции входит величина L делить на E. А спектр, как вы видели, он не моноэнергетичный, поэтому просто, если построить гистолянку по раздамой линии, можно увидеть даже осцилляции. То есть, вот даже такая картинка получается в их анализе. Ну, нас больше интересует, естественно, наш угол смешивания, это 1,2. Ну, вот, как видите, вот эта вот область, предыдущие эксперименты солнечные, вот это вот Камландовские. Ну, вот, очень хорошо, они сужают область. То есть, вот такой амплитуды. Ну, это да, это уже достаточно высокая область, достаточно высокая точность. Ну, вот она точка лучшего фита, и вот она область, которая получается в этом эксперименте. Изначально планировалась и солнечная фаза эксперимента. То есть, они уже должны были бы набирать солнечные нейтрины. Ну, в реакции, естественно, упругого России, не обратного захвата на протоне. Но они не смогли почистить осциллятор. Поэтому они сейчас переходят к другой стадии. По-моему, это будет двойной ботараспад. Ну, реакторная программа фактически закрыта с осцилляционной. То есть, солнечные нейтрины были? Они не смогли просто. То есть, они хотели, но не смогли. На этой прозрачке подытожено то, что рассказано. То есть, на сегодня, что мы можем сказать? Поток солнечных нейтринов от Бора-8 известен с очень хорошей точностью. Есть данные радиохимических экспериментов. ПП-нетрина от Сейджа, ну и двух галевых экспериментов. Они, естественно, набраны не в режиме прямого счета. Это интегральные эксперименты. Необходимы более точные измерения вклада в от Бора-8. Естественно, я еще покажу, почему. До этого не шло речи о Бериле-7. Бериле-7 очень хорошая моноэнергетическая линия. Вклад конкретно этой линии пока что никак не проявлялся. Но более того, там были в какой-то момент сомнения, что вообще присутствует. И ПП-нетрина тоже осталась пока что не исследованной. По ЦНО тоже пока что. По ЦНО реакции тоже нет никаких данных. В Сейджа и Галексе ПП. Да, там есть ПП, но это интегральный, соответственно, спектра не видно. Чисто. Вклад ПП-нетрина никто не измерял, чтобы отделить его от других. Там, естественно, в радиохимическом все замешано. Ну вот сейчас я перехожу к рассказу о детекторе Борексина. Группа из УИАИ участвует в этом эксперименте с 92-го года. Я, в частности. Поэтому это моя любимая тема. Не могу говорить долго, но постараюсь себя ограничить. Да, Борексина задумывался как детектор именно бериллиевых нейтрина. Ну, тоже как обычно. Большая бочка с инциллятором. 300 тонн с инциллятора. 2000 фотоумножителей. Водяной буфер. Ну, здесь не показано, но есть фотоумножители, которые смотрят в этот водяной буфер, чтобы идентифицировать космические меоны. Регистрируется нейтрино-электронное рассеяние с феноменально низким порогом. 220 кэф. Ну, в пересчете на энергию нейтрина это, конечно, побольше. Так вот, около 400. Самый хвостик ПП нейтрина даже мы в этом детекторе видим. Но, конечно, вот эти 220 кэф нужны, чтобы видеть бериллиевую линию. Бериллиевую линию, напомним, 862 кэла, но электронной отдачи 660 максимум. А, вот здесь вот у меня кино, я не знаю, оно пойдет или нет. Там не поможет мне никто. Так там две линии бериллиевую. Да, там две линии, но первую там, естественно, не... Ах, жалко. А какие, напомните? Да, оно идет, но оно в мелком виде. Его надо на полный экран бы показать, конечно. Это кадры из художественного фильма «Горизонт событий», которые итальянцы возили на Каннский фестиваль. Здесь просто будет вид детектора изнутри. Ну, вот главный герой в первой серии подделывает результаты. Это руководитель эксперимента Гелиус. Он подделывает результаты. Во второй серии вынужден уйти в горы и жить простой жизнью с местными пустыками. Мышку. Мышку. А, мышку, да. Ну, вот она, стальная сфера, на которой смонтирована. Вот видны очень хорошо фотоумножители. Ну, естественно, главный герой делает достаточно бессмысленные действия сейчас. Ну, и, к сожалению, музыка не воспроизводится космическая. Это даже хорошо. Ну, вот так это все выглядит. Фотоумножителями покрыт 34% поверхности, ну, чтобы увеличить разрешение энергетическое. Ну, перейду дальше. Ну, еще не зарабатывают тем, что предоставляют, так сказать, съемочные площадки. Ну, я сомневаюсь, что на этом кто-то зарабатывал. Так, переключаемся. В чем основная проблема была при создании этого эксперимента? Ну, на самом деле, было очень большое недоверие физического сообщества к возможности вообще создания этого эксперимента. Почему? Ну, вот представьте, мы, ну, скажем так, когда выяснилась уже более-менее физическая картина осцилляции, мы знали, что будем видеть мы около 50 событий в день, в сутки, от Берилия 7-го. 50 событий в день вот на 100 тонн с инциллятора. Что это такое, чтобы представить? Потому что, естественно, у нас нет направления на Солнце, у нас нет вот этой метки, как в обратном бета-процессе. Это одиночные события. Они никак не отличаются от, скажем так, фона естественной радиоактивности. Ну, естественные радиоактивные элементы, они всегда присутствуют во всех материалах. Их достаточно много, хотя мы их не чувствуем. Например, стакан воды запросто может иметь бекерель радиоактивности, никто не назовет ее радиоактивной. Один бекерель – это один распад в секунду. Ну, санитарные нормы, они намного слабее. Ну, а здесь вот представьте, 50 событий в сутки. Фонд, чтобы был, сигнал фонд, чтобы соотношение было хотя бы один к одному. То есть от радиации мы должны иметь не больше 50 событий на 100 тонн в сутки. И сравните это с одним событием, ну, скажем, в литре. То есть требовалось очистка на 10 в порядке величины. Вот на этой табличке я не буду рассказывать, что это такое. Ну, вот показано обычное, типичное содержание и то, чего мы достигли. Ну, уран-тори 10 в пятой, 10 минус пятой, естественно, грамм на грамм, ну, такая единица измерения. У нас 10 минус 17 и 10 минус 18, 12-13 в порядке. Ну, вот, конечно, это очень большой успех. И сейчас по этой методике, например, СНОВ будет включать солнечную фазу. И по этой методике они тоже очистят сенсулятор. Наверняка у них будут более хорошие результаты, они глубже находятся, и он им будет меньше мешать. Ну, реализована при конструкции детектора так называемая концепция слоистой защиты. Ну, естественно, опять-таки, чтобы смотреть на Солнце, мы всегда забираемся под землю. 3200 метров водного эквивалента. Нейтронные и внешние гаммы очень эффективно отсекаются слоем сверхчистой воды. Привязано 2 метра и 2400 тонн по массе. Гамма-кванты от конструкционных материалов отсекаются псевдокумоловым буфером 700 тонн, 2,5 метра по толщине. А гамма от мешка, в котором содержится сенсулятор, ну, они уже никак ничем не отсекаются, просто внешним слоем сенсулятор 1,25 метра, которым, естественно, требуется реконструкция координат. То есть вот произошло событие, если произошло близко к поверхности, мы его просто выкидываем, не разбирая, что это такое. И есть у нас доверительный объем, это 3 метра радиус, по массе это приблизительно 100 тонн жидкого сенсулятора. Частота используемых материалов растет, ну, гора, естественно, уж какая получилась, ну, а здесь вот то, что могли, мы чистили. И на сегодня вот этот вот доверительный объемчик, 3 метра 100 тонн, то есть без всякого преувеличения, можно сказать, что это самое чистое место на Земле с точки зрения естества радиоактивности. Там фактически ничего нет. Ну, вот здесь вот у меня показано, на этой врезке показано, что мы ожидали, но здесь шкала линейная, ну, вот она линия, здесь 660, это электронная отдача, то есть моноэнергетичная нейтрина где-то здесь, ну, такой псевдокомпоновский спектр, ну, приблизительно ступенька. А вторая эта линия, где она же попадает? Вторая линия, она у нас попадает под порог, поэтому мы ее не видим. Под порог попадает? Да, она попадает под порог. А порог какой, 0,20? Ну, 0,2 где-то, 0,22. Ну, то, что мы видим, оно, к сожалению, закрывается. Это 0,3? Да, но она всего 10%, поэтому она у нас там под фоном не видна. Вот так вот выглядит экспериментальный спектр. Это до отборов, ну, это после того, как мы убрали все мионы, убрали внешний фон гамма-излучения. Ну, вот еще мы можем убирать, там у нас полоний 210-й в виде моногритичного пика сидит. Ну, вот он, конечный спектр. А откуда он взялся? Полоний? Да. Ну, это отдельно, можно это я расскажу, когда будут вопросы? Это же уже просто... Полоний 210-й, тот самый знаменитый полоний. Ну, это нам не отравили, он там просто есть. Ну, так, ну, какие вклады? Ну, вот он, экспериментальный спектр, с которым мы работаем. Какие тут есть вклады? Ну, невооруженным глазом видны бериллиевые нейтрины. Вот спектр отдачи, ну, естественно, немножко размазанный разрешением, то есть так закругляется. Космогеника у нас есть, С11-й, который постоянно нарабатывается в сенсуляторе. Мион выбивает нейтрон из С12-го, получается С11-й, который радиоактивный, примерно 30 минут время жизни. Ну, вот такой у него бета-спектр. Ну, у него бета-плюс спектр, поэтому он смещен немножко вот в эту область. Это С14-й, от которого мы не смогли избавиться. Ну, мы использовали нефть глубокого залегания, ожидали, что там миллионы лет, конечно. Но вот эта концентрация С14-й, она соответствует 110 тысячам лет. Ну, судя по всему, идут какие-то ядерные реакции уже под землей. И накапливается С14-й. Ну, есть вклад от других нейтрино. Это вот этот вот бампик, он от PEP нейтрино. Вот это вот криптон-85-й. Тоже достаточно интересная загрязненность. Мы не ожидали, что он будет, но он есть. Судя по всему, мы его набрали, когда закрывали детекторы, немножко не досмотрели, немножко попало воздуха. А криптон-85-й это газообразный отход деятельности атомных станций. Они совершенно никакой заботы в этом смысле об окружающей состоянии не проявляют, травят просто в атмосферу. Поэтому мы живем и дышим криптоном-85-м. Время распада у него 10 лет, поэтому мы не ожидали, что он просто существует в природе. То есть вы его отфиксировали. Да, ну, как бы, то, что он есть, знал уже Рей Дэвис, потому что даже ему он уже мешал. Ну, а тогда очень активно взрывали атомные бомбы в атмосфере, поэтому он тогда еще не успел распасаться. Ну, вот анализируем мы этот спектр. Ну, видно здесь, что можно под гонкой просто выделить вклад в Бериллия 7-го. И вот они, наши результаты. Это уже последние достаточно результаты. 10 апреля было выложено в архиве. К сожалению, еще не попало в печать. Достигли мы того, что планировали. 5% точность измерения. Вот он, наш результат в неких числах. Вот те самые 50 более-менее отсчетов в день на 100 тонн. Это за 740 дней живого времени. Ну, если сравнивать с теорией, то, если ученивать осцилляцию, то мы достаточно хорошо согласуемся. Помимо Бериллия мы еще умудрились измерить и поток борных нейтрино. Изначально не собирались делать это измерение. Но, поскольку отказалось, что мы очень эффективно очистили осциллятор от урана и тория, то есть в этой области высоких энергий нет фактически никаких фонов, мы сделали еще и это измерение. Ну, точность пока что, конечно, несравнима. Она где-то в два раза хуже, чем у детектора СНО, самого точного на сегодня. Но, опять-таки, у нас еще впереди несколько лет набора данных. Может быть, мы с ней еще посоревнуемся. Но, с другой стороны, ну, вот точечка черная, это детектор СНО. Это вот два наших барексиновских результата с разным порогом. Более-менее в одном и том же месте. Вот эта вот точка на этой кривой выживания, которую поставил барексина. При этом, вот вы видите, синенькое, это наше экспериментальное измерение. Ну, точнее, не так. Вот красненькое, это то, что мы даем в работе, теоретическая плюс, систематическая ошибка. Плюс неопределенность модели, потому что, естественно, когда речь идет о вероятности выживания, необходимо знать изначальный поток. То есть мы-то наблюдаем уже на Земле. И поэтому в наш результат входит и ошибка, теоретическое предсказание потока. То есть если бы не было, то наша бы ошибка сжалась бы с два раза уже. Поэтому требуются более точные модели. Но вот эта точка, она от всех других солнечных экспериментов. Чья точка вот эта? Вот эта? Ну, это другие солнечные эксперименты, радиохимические, те, о которых я рассказывал. Ну, это область ПП. Да, 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 конечно. Ну, что важно, что вот две точки на этой кривой поставлены в одном эксперименте. Поэтому если есть какие-то неожиданные систематики, мы можем считать, что они наверняка компенсированы. Нет, а там две кривых еще раз. Две кривых это нет, это просто один сигма интервал. То есть, ну, все-таки у теоретиков тоже там есть некий разброс параметров. Опять-таки, не абсолютно точно измерили даже угол. Это один, поэтому разбросники есть. Ну, вот в сравнении со стандартной солнечной моделью, к сожалению, то есть, ну, вот я говорил, что есть две на сегодня модели, более-менее проработанные. Low Z и High Z. Ну, вот они, красненькая и синенькая. Ну, вот, к сожалению, наше измерение, оно попало ровненько между этими двумя моделями. Обе точки очень хорошо попадают. Ну, с их ошибками очень хорошо попадают. Это же в пределах одной сигма, совпадая с нашим результатом. Поэтому желательно более высокая точность, хотя бы 3%. И если мы сможем сделать дуо-очистку с инциллятора и поработать еще, не знаю, 3-5 лет, то, может быть, сможем различить между этими моделями. Но на сегодня ситуация такая, к сожалению. То есть, она попала вот ни сюда, ни сюда, вот именно между... Термин... Да, ну, это статистика. Термин очистки с инциллятора означает что? Что вы, они на тот же инциллятор используете в несколько... Нет, просто у нас заложена возможность, что мы можем снизу сливать, сверху доливать и по дороге чистить. Потому что, на самом деле, это достаточно сложная ситуация, когда мы работаем на уровне отдельных атомов. То есть, вот тот же полоний, радон, который может сочиться. Поэтому была предусмотрена такая возможность, что мог накапливаться радон и продукты его распада. Ну, тот же полоний-210, это продукт распада радон, который живет 4 дня. Возможно, что такая была предусмотрена. Но у нас еще по ходу набора данных проявилось другое загрязнение. Ну, во-первых, криптон-85 нам мешает, потому что он... По спектру было видно, что он коррелирует. Похожим немножко наберили седьмой. И есть у нас еще Висман-210, который вот с течением времени почему-то рос. Ну, судя по всему, со стенок смывалось время от времени. В какой-то момент Опера включила магнит, пошли конвективные потоки. У нас в эксперименте предусмотрен отрицательный градиент температуры, чтобы не было этих конвективных потоков. Но, к сожалению, вот нагрелась атмосфера, пошла конвенция, и смыли мы Висман-210 со стенок, он вырос. Поэтому вот сейчас вот мы занимаемся переочисткой санцеллятором. Может быть, уйдет криптон. Криптон уходит. Висман остался. Пардон, красные и синие крестики, они сейчас... Это модель с высокой металличностью и модель с низкой металличностью. А это экспериментальные эллипсы. А, да, в крестике вот эти погрешности... Это что, теоретические... Это погрешности теоретических моделей, да. Тогда очень мало вообще шансов чисто экспериментальных решений. Ну, если бы попали куда-нибудь сюда, ну, наверное... Да, но если бы вы не ошиблись, и вы все еще там будете, ну, скажем, посередине просто где-то, то вы никак не будете решить. Да, да, есть такое, да. Теоретикам надо еще... Да, теоретикам надо хорошо еще поработать. Нет, получается, что вы металличность и вот неопределенность, то вы никак не можете от них избавиться, да? Теоретики... Не, ну, во-первых, теоретики работают. Наверняка они уменьшат свои ошибки. Ну, и мы будем работать. Мы тоже уменьшим. Поэтому я думаю, в конце концов мы сойдем с теоретиками. Наверное, это небольшое же изменение там этих тяжелых металлов, да? Ну, вот, тем не менее, тут, вот видите, по бериллию 10%, по бору чуть ли не 20%. Поэтому это приличное рассказание. Ну, в принципе, по бору, когда включится детектор СНО и будет большая статистика, ну, по тому же бору и бериллию, может быть, удастся очень хорошо поджать экспериментальные ошибки. Так, ну, давайте я продолжу, потому что у меня много материала. Ну, в модели МСВ, Михеева Спирнова и Шнейна, в модели осцилляции, ну, возможно, не только осцилляции в Солнце, но, поскольку Земля из себя представляет тоже достаточно плотное вещество, ну, так, сходу, не... Ну, из самых общих соображений, можно было бы сказать, что в Земле, возможно, регенерация некая. То есть, вот, некий обратный процесс. То есть, у нас пришло вот это состояние НИУ-2, ну, и, может быть, оно каким-то образом изменится, и поэтому изменится вероятность регистрации. Ну, и действительно, МСВ с параметрами уже ЛМА, о которых я рассказывал, предсказывает, причина 2% асимметрию для борных нейтрилей. Но эта асимметрия, пока, можно сказать, не наблюдалась, потому что точность измерений достаточно низкая. Ну, вот, по Берилию-7, это уже в детекторе Борексина, тоже недавняя работа, вот это 12 апреля. Мы тоже попытались посмотреть, есть ли такая асимметрия день-ночь. Ну, вот это вот функция экспозиции, которая показывает, какое время, под каким зенитным углом мы наблюдали Солнце. Ну, вот это вот теоретически асимметричное. Ну, в реальности мы больше работали почему-то ночью, чем днем. Ну, понятно, что днем всякие там регламентные работы, время от времени детектор выключался. Ну, вот, с поправкой на эту функцию экспозиции мы не наблюдаем никаких суточных вариаций. Асимметрия день-ночь у нас 0,001 плюс-минус 0,12. То есть очень хорошо совпадает с нулем. И это позволяет, что сделать? В отсутствии ЦПТ-теоремы, то есть вообще можно забыть про ЦПТ-теоремы, забыть про детектор Камлант, и можно попытаться исключить некие области параметра. Вот получается, что вот та область, которая была разрешена после детектора СНО, после опубликования, скажем так, данных детектора СНО, ну, даже на сегодня, мы полностью исключаем вот эту область. И остается только область параметров именно ЛМА, даже без включения данных Камлант. Можно сделать, естественно, анализ параметров нейтринных осцилляций только по данным детектора Борексина, но она вот тоже будет в области ЛМА где-то здесь. Ну и можно попытаться сделать глобальный анализ абсолютно всех данных, с включением суперкамиаканды, СНО, low-energy threshold analysis, ну и так далее. Ну, видно, что здесь мы можем уже мало что добавить. К сожалению. Ну вот есть еще один эффект, который, ну, если помните, как устроена кривая, то с одной стороны она проходит снизу, с другой стороны сверху, побольше вероятность выживания, и есть некая переходная область. Ну вот поведение этой переходной области, ну, более-менее понятно, что плавно должно одно перетекать в другое, но теоретики строят разные модели. Ну, там есть подъем при малых энергиях, естественно. То есть вот здесь вот мы должны уйти на вакуумную осцилляцию, и должен быть подъем. Но вот этого подъема нет ни в данных Суперкея, и нет этого подъема, это статья 2010 года, когда был опубликован анализ данных СНО с низким пороком, они дошли до 3,5 мэр. У них точки вот, ну, ошибки большие, но нету подъема, есть наоборот спад. Ну, вот это вот пока что необъясненное явление. Проблему малой статистики должен был бы решить Суперкамяканда-3. Ну, если они 10 лет будут набирать данные, то они должны это увидеть. Но сейчас они вот переключились на ТТК, и я не знаю, продолжают ли они солнечную программу, мешает ли им ускорить или нет. Олег, не знаешь? Ну, скорее всего, не мешает, потому что они там, идет временная привязка к пучку. Это что, проект или реальное измерение? Вот это проект, да? Нет, это да, это проект, но это видно по расположению точек, что это просто так набросано. Ну, чего еще не хватает? Естественно, не хватает измерения потоков СНО и ПИПИ. На Борексина мы сейчас пытаемся сделать этот анализ. Ну, вот идея очень проста, но в основном у нас С11 закрывает эту область космогенную. Ну, поэтому надо избавиться от космогенники, но пытаемся вот прослеживать меонные треки и вот этот вот нейтрон пытаемся отслеживать, и после этого закрываем эту область вокруг нейтрона, просто делаем вето и смотрим, используем только остальный объем. Удается, ну, за счет, естественно, жертвы частью живого времени, удается достаточно сильно подавить фон, поэтому, ну, либо ПИПИ, либо СНО нейтрино с какой-то точностью мы... Ну, ПИПИ с какой-то точностью, а СНО, скорее всего, будет оценка сверху. Ну, вот что касается ПП нейтрино, я здесь не говорю про вторую линию бериллия, но можем мы теоретически увидеть на хвосте спектра С14 вот такое отклонение. Здесь масштаб немножко другой. Фон здесь у нас в основном берилли 7 плюс криптон, достаточно плоский, и мы можем вот видеть этот треугольничек. Точность измерения могла бы быть приблизительно 15% за год набора данных. Вот это было бы первым измерением, но пока что вот мы изучаем, можем ли мы хорошо описать спектр хвост С14. Вот. Так, ну, здесь вот небольшое отступнение про магнитный момент нейтрино. Опять-таки, ну, вот есть у нас вот эта вот ступенчатая функция, которую мы измеряем, и мы, в принципе, можем посмотреть, есть ли какие-то отклонения стандартной формы. Ну, вот это вот плоское стандартное слабое взаимодействие, электромагнитное в этом сечении проявляется единицей на Т. Т – это энергия электронного отдачи. То есть вот есть такой подъемчик, был бы такой подъемчик, если бы у нейтрино был магнитный момент. Ну, почему важен магнитный момент нейтрино? Ну, в свое время подгонка данных с теорией, вот именно наличие магнитного момента, так называемая спинфлейворная прецессия в магнитном поле Солнца. То есть если бы у нейтрино был нестандартный, достаточно большой магнитный момент, получалась бы такая ситуация со спинфлипом и трансформацией нейтрино в соответствующие антинейтрино, которое уже было бы недоступно радиохимическим экспериментам. И подгонка когда-то давала лучше хи-квадрат, чем теория Михеева-Смирнова-Кинштейна, поэтому это достаточно серьезно обсуждалось. Были сделаны даже специальные эксперименты. Ну, у нас это вот бай-продакт, то есть сопутствующий результат, который был, конечно, изначально в программе, но как бы это нам ничего не стоило. Сделали мы анализ, получилось у нас эффективным, ну, почему эффективным, потому что у нас три флэйвы разрушены, поэтому с некоторыми коэффициентами. 5,4 на 10 минус 11. Наилучшее измерение в специальном эксперименте, ну, это эксперимент на Калининской АЭС, в котором тоже участвует Дубнинская группа, эксперимент ГЕММА. Ну, это для электронного антинейтрина 3,2 на 10 минус 11. Ну, опять-таки, можно воспользоваться формулами для смешивания и сделать оценки для магнитных моментов, ну, естественно, сверху, для аммионного и талонного, которые получаются достаточно мощные, на уровне 10 на 10 минус 11, и по сравнению с экспериментами на ускорительных, конечно, это 10 в 5 раз, а для талонного на 3 порядка лучше, более мощные ограничения. Олег, можно у тебя вопрос? А почему, вот объясни, пожалуйста, результат абориксина ПДГ включен, а результат ГЕММА на магнитный момент ПДГ, значит, среднее облучение не включен, если он меньше. А они, по-моему, еще не опубликовали, у них статья только в архиве. ПДГ на архив, как правило, не ссылается. Там приводится результат ГЕММА в качестве всех остальных, но для усреднения мирового они... Ну, значит, какие-то проблемы есть. По-моему, он не опубликован в виде... Вот даже здесь вот ссылка на архив. По-моему, он не опубликован в виде бумажной, нормальной публикации в статье, потому что... Я думаю, что он будет опубликован. Результат-то хороший. Ну, вернемся к нашим осцилляциям. То есть сейчас вот... Ситуация понятна. То есть в солнечных экспериментах измеряем ТТ-1-2, на лонгбейс измеряем опять-таки ТТ-1-2. А что насчет шортбейс? То есть там, где измеряется ТТ-1-2. Была масса экспериментов. Вот они здесь все перечислены. Ни один из этих экспериментов осцилляции не видел. Камлант... Вот она, точечка. Это 170 километров. Но есть из этих экспериментов... Ну, естественно, измерения, как я уже сказал, ну, какое-то число, плюс-минус что-то, получено не было. Были получены вот области допустимых параметров. Пало-Верде и ШУС, он более сильный. Ну, плюс еще есть результаты СуперКей для пасферных нейтрино. Вот это вот область разрешенных параметров, это область запрещенных параметров. То есть, соответственно, вот эта вот область, которая описывает, ну, по дельту М квадрату и по синусу ТТ, которая разрешена до... Ну, фактически на сегодняшний момент, потому что пока что нет свежих результатов. Ну, вот какая ситуация с ТТ-1-3. То есть, вот фактически до 14.06.2011, вот это вот глобальный анализ всех доступных данных, было, в принципе, указание на... Ну, не было, а есть указание на ненулевой ТТ-1-3. Вот это вот анализ фоли и другие. Ну, по-моему, это 2010 год. Ну, тут ТТ-2-К вызвал фурор, потому что с 14 июня, ну, три недели, три недели, 24 ссылки. Больше одной статьи в день. Ну, это вот то, что происходит. Наверняка сегодня еще выложена статья, и вчера была выложена статья. Они наблюдают шесть электронных событий в Меонном пучке. Ну, результат вот он такой. Ой, пардон, 0.03, 0.28, ну, это для нормальной иерархии. Ну, это Дима рассказывал, что такое нормальная, что такое обратная. Это для обратной иерархии у нас. 90% уровень. Ну, вот я сюда вставил абстракт из их работы, выложенной в архиве. Появилась уже работа тех же авторов фоли Лизи и другие для анализа, для глобального анализа. Ну, то есть они утверждают, что есть больше трех сигма уже указания на существование ненулевого угла ТТ-1.3. Ну, вот у них получается 0.021 плюс минус 0.07. Ну, это да, это 10.3 сигма. Ну, картинка, которую они рисуют, она уже сильно не похожа вот на эту, потому что сюда они еще затянули фазу, вот эту вот четность. И есть указание на то, что она, ну, понятно, что здесь вот наиболее вероятно вот это вот уровень 2 сигма. Положительная четкость, она менее вероятна уже. Ну, и мы сейчас ждем результатов новых экспериментов. Ну, вот Дима говорил, что в одном из этих экспериментов тоже мы участвуем, как дубнинская группа. Это DIA Bay. Ну, всего три эксперимента будет сделано. Дабл-шус сейчас уже на подходе, должен запуститься. Рено в Корее и DIA Bay в Китае. Чувствительность у них, ну, самый чувствительный DIA Bay на уровне 1 сотой. Наименее чувствительный дабл-шус 0.03. Поэтому, может быть, им не повезет. Они опять дадут предел, но не смогут измерить. Ну, у Рено и у DIA Bay очень хорошие шансы для измерения, потому что, ну, область чувствительности, она позволяет. Ну, есть еще ускорительные эксперименты, про которые рассказывал Олег Самойлов. Вот так выглядит дабл-шус. Ну, это место, где он находится. Ближний дальний реактор, детектор, извините. Два детектора. То есть, вот в первом шузе не было ближнего детектора, поэтому не монетарировался поток нейтрина. Сейчас сделали вот это улучшение. Ну, а это сайт DIA Bay. Ну, опять-таки, не завидую я тем PhD-студентам, которые будут считать, потому что здесь 7 реакторов и 4 детектора. Для каждого нужно будет посчитать ожидаемый поток. С ожидаемыми потоками вот тоже недавно совсем возникла проблема. Это 14 января 2011 года. Очень большая группа людей в виде спама получила, ну, в том числе, такую картинку. Ну, о чем тут идет речь? Здесь отложены расстояния до реакторов в соответствующих экспериментах, реакторных экспериментах. А ребята здесь просто, ну, французская группа, они сделали переоценку, переоценили, точнее, уточнили оценку потока ожидаемого. Ну, вот то, что было раньше единицы, то, что люди считали, ну, может быть, опять-таки, с учетом человеческого фактора, оказалось на 3%, ну, не на 3 даже, здесь вот, 6% меньше. И это представляет из себя некую аномалию, которая вместе с другими аномалиями, есть еще аномалия Бенни-Бум, про которую рассказывал Олег Самойлов, это ускорительная, и есть еще аномалия радиохимических экспериментов. Делались 4 измерения с источниками, и в 3 из них получили ну, меньше единицы от ожидания. То есть это как бы указывает на некоторые осцилляции на очень, ну, это называется сверхкороткая база. Соответствует это Δm² приблизительно одному электрон-вольту квадратному. Ну, например, детектор Борексина мог бы измерять подобные осцилляции, но вот здесь картинка для 0,6 электрон-вольта для синус-квадрата тета в стерильное в данном случае 0,3. Ну, видно, что вот это без осцилляции и с осцилляциями. Есть отклонение в форме. Ну, и под детектором Борексина предусмотрен тоннель, куда можно подтащить этот источник. Ну, сейчас это возможно именно прорабатывается. Ну, все вместе что? Ну, поскольку мы знаем, что два Δm², они уже существуют, а если существует еще один Δm², значит, речь идет о четырех нейтрин, о четырех типах нейтрин. То есть, соответственно, ну, называется оно стерильным, потому что его никто еще никогда не видел. То есть, оно в стерильном смысле взаимодействий. Ну, наверняка будут сейчас эти эксперименты, наверняка будут какие-то новости. Ну, вот эта картинка, это детектор Минивода, ускорительный, но вот просто она мне нравится в своей сиферической симметрии. То есть, опять бочка, жидкий сенсулятор и фотомножители со всех сторон. Ну, вот на этой прозрачке что почитать? Я здесь останавливаться не буду, я постараюсь успеть рассказать то, что я хотел рассказать о геонейтринох. А тут принципиально было какие нейтрино? Майорановские или во всех этих экспериментах, на всех этих картинках? Ну, на всех картинках, да, это было непринципиально. Не принципиально. Не принципиально. Так, все-таки немножко сбита картинка. Вот я сейчас хочу рассказать о геонейтрино. Тут у меня полноценный, конечно, доклад. На час это хороший. Но я постараюсь ужаться. Ну, о чем идет речь? Так. Отказывается. Ну, ладно, я там пропустил план доклада. Страшно. Ну, что такое геонейтрино? Это антинейтрино от бета-распадов радиоактивных элементов в Земле. Ну, мы знаем, что есть такие очень долгоживущие изотопы, время жизни которых сравнимо с возрастом Земли. То есть они с момента создания Земли, ну, наработку элементов для Земли произошла при взрыве с Сверхновой, и был какой-то изначальный изотопный состав. Все, что живет мало, оно уже все давно распалось, но что-то осталось и до сих пор распадается. Времена жизни, ну, вот, Уран-238-й, 4,47 миллиардов лет, Торий-232-й, 14 миллиардов лет. Ну, с точки зрения такой бытовой, это стабильный элемент, Торий-232-й, например, используется в электродах сварочных, для того, чтобы искра бралась. То есть он слегка ионизирует воздух, не знаю, там сварщики страдают от соответствующих болезней или нет, но есть такой факт. Ну, есть еще калий-40-й, у него время жизни 1,3 миллиарда лет. Антинейтринные спектры, они выглядят вот так, ну, общий поток порядка 2 на 10 в 6 сантиметра на сантиметр в секунду. Ну, сравним, в принципе, с потоком борных нейтринов. Но регистрировать сложнее, потому что энергии меньше. Это, естественно, радиоактивные изотопы. Максимальная энергия 3,2 у урана, у тория 232-го, ну, вот здесь вот 2,3, калий-40, 1,3 эндпоинт. Ну, в принципе, вот поэтому калий-40, он недоступен при экспериментах с обратным бета-распазмом, распадом в качестве дататирующей реакции, потому что порог 1,8. Ну, впервые геонетрины были упомянуты гамма, гамма вымок в письме Райнису в 1953 году. Вот этот текст. Там о чем и шла речь. Райнис, который делал эксперимент в Саванно-Риме, он видел какие-то непонятные, непонятный фон, который не мог объяснить, но Гамму пришла идея, что это могли быть антинейтринные земли. Райнис очень быстро сделал прикидки и сказал, что поток должен быть намного порядков больше, чем мы можем реально предполагать из того, что земля не разогревается. Ну, впервые серьезная оценка потоков геонетрина была сделана в 60-м году Максом и затрудняюсь, читать по-венверски. Меньярд затрудняюсь. В книжечке Маркова нейтрина в 64-м году был соответствующий параграф. Ну и идея определения химического состава отдельных элементов в Земле по излучению нейтрина была озвучена Эдером в 1966 году. Так, ну это я пропущу. Тут некая дискуссия о возрасте Земли отражается на этой прозрачке. Так, ага. Так, ну я вот не для того, чтобы показать эту красивую картинку с вулканом, а для того, чтобы показать вот эту вот врезку. Что тут изображено вот на этом пайчарте? Общее энерговыделение Земли. Ну, на сегодня это измеряемая величина. Ну, вот здесь вот написано 46 плюс минус 3, там на следующей прозрачке будут другие немножко числа. То есть, видно, теоретики не очень сойдутся. Как это измеряется? Есть 22 тысячи шахт, разбросанные по всей Земле. Ну, в них изучается просто тепловыделение. Есть карта тепловыделения, она известна, можно это все дело проинтегрировать. Средний поток тепла, который идет от Земли, приблизительно 60 милливатт на квадратный метр. Ну, то, что Земля получает, это где-то киловатт на квадратный метр. Откуда берется это тепло? Ну, во-первых, это вот вековое охлаждение, это тот запас тепла, который уже есть, он просто идет в виде потока. Это 18 плюс минус 10 тараватт, не очень точная оценка. Вроде бы что-то должно идти из ядра, 9 плюс минус 6, в принципе, совместимое с тулем. И есть вот достаточно солидная часть, но вот эту маленькую не будем рассматривать, это приливная и химическая дифференциация, и все всякие подобные очень мелкие вещи. Но есть приблизительно половина вклада, которая идет из распада радиоактивных элементов. Ну, здесь отдельно нарисована мантия, отдельно кора. Ну, кора 6,8 тараватт и мантия 12,14 тараватт. Ну, и есть еще в этой науке такое отношение, которое называется Юрей, это просто часть радиоактивного тепла в полном потоке тепла. Ну, радиогенный поток, ну, как я говорил, он оценивается вот по таким картам, ну, 25 тысяч измерений у 20 тысяч шаг, вот он, ну, он не 60, как я сказал, а 80 на самом деле. Полный поток тепла, ну, вот есть две работы, использовались одни и те же данные, получены два сильно различающихся числа с огромной точностью. Ну, вот это любимый фокус теоретиков. Одни посчитали, получили 31 плюс-минус 1, другие 44 плюс-минус 1. Ну, экспериментаторы подтвердят. Естественно, радиогенный поток связан с потоком нейтрина, но это точно так же, как в случае Солнца, если вы помните. И можно, измеряя просто число нейтрина, вот этих вот, геонейтрина, можно установить вклад в полный поток тепла от Земли. Так, секундочку, там вот цифры порядки, то есть полные, это все источники, а верхние цифры, это распады, они радиоактивные, да? Где? Вот здесь? Фи, нет, не слева. Фи 80. А, ну это полный, это усредненный, потому что он сильно разный. Усредненный от чего? Усредненный по Земле, ну вот здесь вот карта. Нет, все источники? Да, 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 все источники. А что такая разница с полным и средним? Огромная разница. Где? Много порядков. Нет, а где? А что там, мега что ли стоит? Нет, мили, мили ватт, это на метр квадратный. А тут терра, да? Это на метр, а это полное, проинтегрирование. Ну вот, по этой карте идёт, интегрирование идёт. Ну вот ещё, мне нужно сейчас очень быстро продолжать. Ну вот, есть такая модель, которая называется, ну вот валовая силикатная земля, по-русски, хотя это, конечно, совершенно не звучит, bulk silicate S, BSE. Ну, о чём идёт речь? Ну, когда земля остывала, вот она образовалась, было некий, так, ну, скажем, разогретая жидкая капля, потом в какой-то момент кристаллизовалось ядро. Ну, в ядре мы ожидаем, что там нет, ожидаем, что там совершенно нет ни урана, ни тория, ну, по принципу зонной плавки, то есть всё ушло вот в эту, так называемую, примитивную мантию. То есть вот то, что до выкристаллизации коры, но после образования ядра, это называется примитивной мантией. Ну, потом дальше уже, когда образуется корочка, вот опять-таки, по принципу зонной плавки, в эту корочку уходит вот тяжёлый элемент уранторий, поэтому считается, что в коре побольше концентрации, в мантии поменьше. Ну, и очень удобно вот это вот, использовать эту примитивную мантию, потому что её состав устанавливается по составу определённого типа метеоритов. И тогда можно, зная состав вот этой примитивной мантии, измеряя состав в коре, который, в общем-то, доступен более-менее измерением, можно по массе вычислить, какая концентрация в мантии. Ну, делается такая экстраполяция. Ну, можно ещё рассмотреть два предельных случая. То есть, мы знаем, какое тепло по максимуму отделяется. Если мы считаем, что вообще нет никаких других источников тепла, то у нас получится полностью радиогенная земля, fully-radiogenic model. Ну, и ещё, если мы забудем о моделях и будем использоваться только результатами измерений, то есть, те концентрации, которые есть в коре, то это будет минимальная радиогенная модель. Ну, есть ещё такие эритические, конечно, модели, как во всех науках. Ну, например, модель геореактора, который очень активно Херден пропагандирует. Ну, вот ещё есть адепты и у нас, Русов. Ну, различаются они. Херден, он помещает этот геореактор в центр земли, а Русов куда-то на границу жидкого ядра и твёрдого ядра. Внешнее ядро, оно жидкое. И вот 5-10 тераватт в этом реакторе они очень помогли пообъяснить нагревание, конвенцию, аномалию гелия-3, геомагнитное поле, потому что сейчас используется модель геомагнитного динамо, откуда берётся тепло, не очень понятно, но некоторые другие модели. Геохимики её очень не любят, очень страшно. Я один раз был на конференции, там что-то драки дела не доходили. Но модели легко проверить, регистрируя эти необычные. Геохимики придётся изучать тогда. Зачем? Ну откуда это берётся модель? Ну вот из реактора ОПЛА, природный реактор. Если кто не знает, вот в Африке, в Габоне был такой реактор, который очень долго светил, он давал, средняя мощность была всего 25 кВт, но очень долго, он около 600 тысяч лет вырабатывал, приблизительно 13 гигаватт в час энергии выработан. Ну вот можно, например, в ОФН почитать троидный реактор в статье Петрова. Так, но это я пропущу. Хотя, конечно, всё это очень интересно. Откуда мы знаем, что внутреннее ядро твёрдое, внешнее ядро жидкое, что мантия у нас с одной стороны твёрдая, а с другой стороны на геологических временах жидкая. Ну, кора твёрдая, это понятно, потому что мы по ней ходим. Как был определён состав мантии, опять-таки, в лаборатории изучались вот графики такие, плотность, скорость звука, и выяснилось, что лучше всего ложаться, но вот определённые составы. Для ядра это силикат железа, для мантии это фактически кремнии О2. Состав Земли, но, опять-таки, копать-то мы можем неглубоко, но зато у нас есть метеориты, которые осколки планет. и по составу хондритов считается, определяется, что такое хондрит. Хондры это такие сферические, электрические образования, вот кружки такие, то есть считается, что это ещё не переплавленный единый сплав мантии в данном случае. И геохимики определяют по составу этих метеоритов состав примитивной мантии, а хондриты, это уже переплавленные каметры метеориты без хондр, это состав, соответственно, нормальной мантии, железные метеориты дают состав ядра, ну, можно сказать, что я об этом уже сказал, самая глубокая шахта у нас 12 километров, ну, причём журналисты говорят, что уже там слышны звуки ада. Геохимический анализ мы, естественно, производим только по образцам коры, ну, в лучшем случае из верхней мантии, если она где-то подходит достаточно близко. Сейсмология производит профиль плотности, но никак не состав пород, ну, и состав пород, если мы сможем измерять состав пород по отношению к урану-турию, естественно, мы сможем проверять какие-то геофизические модели. Ну, была построена такая модель, это называется Worldwide Reference Module, ну, опять-таки, проблема перевода, лучше пусть будет по-английски, это монтование и другие, они опубликовали достаточно хороший обзор, можно вот здесь вот посмотреть. Вот это предсказанное потоке тепла, ну, там, где кора потолще, там потоки тепла, точнее, здесь не тепло уже, здесь уже количество геонетрина, то есть там, где мантии, кора потолще, там, естественно, геонетрина побольше, В океанах кора потоньше, соответственно, количество геонитрина поменьше. Выдали они числа для разных... Естественно, такие редкие события можно ублять, опять-таки, только под землей в соответствующих лабораториях. Ну, вот для Грансаса и Камиока, для Баксана выдали они числа. И можно уже делать какие-то предсказания. Ну, тут не проблема, а, скажем, такой факт, что, естественно, во всех потоках действует закон единицы на Р-квадрате, то больше всего то, что мы видим, это примерно 200-400 километров для разных мест, немножко по-разному. Поэтому очень важно строить геологическую карту вблизи, в данном случае, Грансаса. В Японии тоже японцы очень тщательно промеряли состав горных пород. Тоже очень хорошая работа, ходят люди с рюкзаками, с детекторами, и все это дело собирают и проверяют. Так, ну, это я пропущу, хотя это имеет прямое отношение к теме рассказов, просто уже времени не остается. На сегодня два... Можно одну минуту, чтобы закончить? На сегодня два детектора чувствительных геонитрина, это вот уже упомянутый аморексин и, опять-таки, уже упомянутый Камлан. Используется та же самая реакция. Первое указание выдал детектор Камлан в 2005 году, но опубликовали в Nature, хотя это 1,6 Sigma эффект. Были очень большие проблемы пробить, но, тем не менее, даже на обложке их результат был вынесен. В 2008 году была вторая попытка опубликовать результат, но это уже больше похоже, опять-таки, меньше, чем 3 Sigma, но уже больше похоже на измерение. Хотя вот результаты, как бы невооруженным глазом здесь, конечно, тяжело, если не делать анализ х квадрата, сказать, что здесь что-то есть. Ну, вот в Борисе 0, 2010-м выдал результат. Ну, вот лучше всего смотреть, наверное, на эту картинку. То есть, чтобы добраться до нуля, нужно предположить, что есть отклонение в фоне, а фон это вот это вот синенькое. Ну, и фоном являются еще, конечно, реакторные нейтрины, которые тоже видны, хотя они очень далеко, они в Европе. В самой Италии ядерных реакторов нет, поэтому место в Виталии намного лучше, чем в Японии. Ну, понятно, я показывал и карты, и понятно, что они делали лонгбейс-эксперимент в ожидании того, что поток нейтрина будет достаточно большой. Ну, вот присутствие геонетринного сигнала подтверждено на уровне 4,2 Sigma, это 99-997%. Ну, на этом я остановлюсь, хотя тут есть еще материал. Там систематическая огромная, да? Благодарим. Ты сейчас хочешь свою объявленную зону, а потом вопросы. Ну, давай, значит, тогда вопросы сначала. Давайте вопросы. Какие есть у кого? Все-таки про линию абориксина. Вы там очень тонкие эффекты учитываете, вы ее все-таки учитываете реально. Вы говорите, что малый вклад, но она учтена. Вот это вторая линия. А, вторая линия 0,38? Ну, давайте, значит, мы же измеряем не энергию нейтрина, мы измеряем энергию электронного отдачи. Там псевдокамтоносый эффект, ну, это вот как у фотонов, безмассовый. Значит, 862, она заканчивается на 660. В смысле, спектр электронов. Да, спектр электронов. Вторая линия, это 380. Она заканчивается, ну, под 200 она уходит. Ну, у нас порог где-то 220. Потому что там приблизительная энергия пополам, энергия нейтрина пополам. Так, еще. А можно на такой вопрос? Вот вы говорите, что у вас очень чистая вода используется, очень чистые материалы, да? Да. И нам приходит такое, а как вы все это чистите, и как с такой точностью? Ну, точность мы измеряем, конечно. Был у нас специальный прибор, который назывался CTF. То есть, наиболее, ну, вообще он делался как прототип установки. Ну, маленьким его назвать нельзя, потому что там тоже 1000 тонн воды, 4 тонна сенсилятора, 100 футон множителей. Вот. Но это был очень чистительный прибор, потому что там масс-спектрометрия, она, скажем, по С14-му не может спуститься, ну, лучше, чем последние результаты. Ну, 10 минус 14, 10 минус 15. Мы 10 минус 18 измерили, а чувствительность где-то 10 минус 21. Вот так. Методика очистки, ну, это не военный секрет, то есть, это достаточно простое. Исцилляция, ионообменные смолы, пропускание сверхчистого азота. Радон, например, это радиоактивный газ, поэтому если пробулькивать какой-то газ через вещество, то радон, будучи газом, он уйдет. С тем газом, которым пропускается. Но проблема в том, что вот тот азот, который мы используем, он, естественно, контенсируется из атмосферного, а в атмосфере есть криптон-85. Поэтому изначально мы проверяем, что в азоте, который используется, он сверхчистый. Но есть фирмы, которые делают именно сверхчистый азот. Вот. У нас сейчас основная статья расходов, сверхчистый азот. Спасибо. У меня такой вопрос. Я уже примерно понял ответ, но так, чтобы уточнить. Вот как вы отделяете, допустим, те же геонейтрины от всего остального? Ну там, события это и так редкие. Мы отделяем по спектру, естественно. Нет, естественно, они, когда приходят, на них не написано. Они гео или какие еще. Но видно, что вот есть концентрация событий вот этой низкой области, где не должно быть ничего другого. Ну так, на глаз где-то треть должно быть от реакторов. Вот две трети от гео. И поэтому, ну, мы, вот этот вот контурный график, это по одной оси количество реакторных нейтрино. То есть, в принципе, мы достаточно хорошо... Куда-то я его... А на координату... Ну вот, мы здесь достаточно хорошо можем предсказать, потому что, ну, мы знаем, мы тоже проделали, конечно, не так, как японцы. В Японии это действует немножко по-другому. То есть, в Японии, ну, каким-то образом они договорились, потому что это коммерческая тайна. Тепловыделение каждой конкретной атомной станции, это коммерческая тайна. Они дают средние величины. Им было очень важно знать вот в каждый конкретный момент тепловую мощность каждой конкретной станции. У нас доступа к такой информации нет, но мы оценили, что нам это и не нужно. Более того, у нас даже координат нет. Потому что дают GPS-координаты плюс-минус что-то, случайным образом сгенерённое. Вот мы с МАГАТЭ взаимодействуем в этом смысле. Но оказалось, что это особого значения не имеет. И как состав, то, ну, очень далеко эти реакторы, они очень серьёзно усредняются. Вот. Ну, а дальше мы что изучали? Мы даже забыли про то, что мы знаем, на самом деле, сколько у нас реакторов. И параметры осцелляции мы знаем, мы можем предсказать. Мы просто считаем, что мы не знаем, сколько у нас реакторов. И мы не знаем, сколько у нас ГИО. И просто делаем подгонку с двумя свободными параметрами. И вот подгонка с двумя свободными параметрами даёт такой контурный плут. Собственно, вот она точка, которая наилучшим образом описывает эти данные. Ну, собственно, и всё. Ну, вот подобный анализ, он именно таким образом и делается. Ещё вопросы, пожалуйста. У меня такой вопрос по криптону в 85-м. Это же продукт именно ядерной реакции реакторов. Правильно я понимаю? И то, что он оказался таким большим, это для вас было неожиданно. Ну, мы считали, что вот пробулькиванием этого сверхчистого азота, мы, конечно, даже если он не есть, то он уйдёт вместе с радоном. Нет, у меня вопрос закончил. Можно ли косвенно по-вашему, так сказать, по тому, как он сильно вам мешал, оценить, сколько его сейчас уже, так сказать, в отношении регуляции? А, нет, к сожалению, нельзя, но его проще просто измерить самыми простыми приборами. Как он не выдаётся измерения? Оценить нельзя, потому что мы не знаем, сколько воздуха попало. У нас попал воздух просто. Ну, литр-два. Ну, что есть, хотя там Легасова и ещё кого-то, ещё, бог знает, ядерная энергетика и экология, в Дании была опубликована, где они уже о нём говорили, о том, что он атмосферу ионизует, там молнии начинают шарахать по атомным станциям. Может быть. Вот сколько его, как быстро он растёт, скажем так, на планете? Ну, мы знаем, у нас есть измерения, скажем, в том аргоне, в том жидком азоте, который используется у нас для пробулькивания, но опять-таки мы знаем, что это просто сжиженный воздух, по большому счёту. Для этого сжиженного воздуха у нас есть измерения, мы знаем, сколько там, ну, если не предпринимаются специальных мер, то мы знаем, сколько там криптона и сколько там аргона-39, это другой радиоактивный газ, но он за счёт космогеники накапливается. А, вы только суммарно это видите? Нет, почему, мы разделяем, точнее, ну, это делаем, у нас специально обученные люди этим занимаются, вот, ну, аргон-39 и криптон-85 имеют немножко разные граничные энергии, поэтому спектр можно разделить, но 39-го аргона мало, криптона побольше, то есть в основном, конечно, в воздухе криптон-85, и активность его побольше, потому что у него время жизни поменьше. Ну, это, скажем так, это приблизительно на уровне милибеккерель на литр сжиженного воздуха, ну, можно пересчитать, наверное. Данное опубликовано. Так, есть ещё? Так, ну, давайте поблагодарим ещё раз. Спасибо. Спасибо.